Всем привет! Всем здравствуйте! Как говорится, Баревзес, Шалом, Салям Алейкум, Мираба, Камарджоба. Еще зная, подожди, это самое. Вот, как говорится, всем моим подписчикам на YouTube, на Boosty, на ВКонтактах, хотел потрясать, потому что поговорить о каких-нибудь там делах, потому что, честно говоря, испытываю острую необходимость выговориться. Слушайте, происходит с мной какая-то интересная такая штуковина. Не знаю, как ее идентифицировать и как ее объяснить. Коротко так, значит, например, я попал в какой-то такой, знаете, я не знаю, временот, типа, пространственный континуум или что-то. Я не знаю, как это описать, суть, значит, происходящего. Смотрю, значит, вчера на YouTube блог, там, значит, «Битва за лимон» называется. Это Расул Юсупов или Юсуп Расулов. Камаз, по-моему, Расул Юсупов или Юсуп Расулов. Короче, была такая группа прикольная, смешная в интернете. Городцы от ума. Бывшие, значит, члены команды КВН, эти самые бродяги из Махачкалы, значит, махачкалинские бродяги, вот. И еще, значит, там несколько юмористов. Они вот одни из первых стали записывать такие всякие вайны, смешные очень. И я, ну, смотрел их, эти самые, было смешно, прикольно, очень интересно. И вот они сейчас, значит, часть из них, из этих ребят всякие там делают всякие шоу, участвуют в всяких стендап, комедии, ну, в общем, по-разному. Вы знаете, вы их иногда много часто вижу, вот этот Амар там, ребята из дагестанского дуэта, да, они вот были, два парнишки, они были с этот, в открытом микрофоне, значит, стендап, там, бились за проход в комедиклаб, в комедиклабе, значит, выступали, что-то делали. Вот. И, значит, там, значит, рассказывают историю, вот этот мальчишка, один из этого дуэта, да, мага, как я понял, зовут его Магомед. Он, значит, рассказывает историю, что есть купил машину в Москве и хотел ее перегнать в Дагестан, но, типа, там все нету времени, да, и, ну, чем не неприкольному было самому ехать, то ли было это не по времени, то еще что-то там не совпадало. Короче говоря, у него был перевозчик машин с таком, который возит машины на длинномер на дальнее расстояние, и он попросил, говорит, будешь ты в свободное время, перевези мне машину, говорит, хорошо. И, говорит, подошел момент, он взял машину, его отвез, встретил, и потом, говорит, через какое-то время приходят штрафы из ГАИ. Оказывается, этот перевозчик машин гнал с такой скоростью, что штрафы пришли на него, и на все машины, которые стояли на длинномере, они были с номерами, их тоже идентифицировали, по номерам, в общем, тоже приходили штрафы. То есть, он летел, вот этот перевозчик летел с такой скоростью, что им всем, короче, прилетело превышение. Это чувак взял, короче, выложил это все в контактах, или там, или не в контактах, или в инсте, ну, все ж, никто ж не поудалял у себя инстаграм, значит, кроме меня, значит, выставил себя в инстаграме, там пообсуждал, значит, своими подписчиками, там, значит, поэтосам, поприкалывались по этому поводу. Ага, только это, послушал я эту историю, захожу, короче, в этот самый ВК, через час буквально, и вдруг выпадает, знаете, мем, баннер такой, и там, значит, вот эта фотография этого дальнобоя, с его машины сверху, камера фотографируется в виде выделенных номера, там замыли, и там какой-то вопрос, ну, как всегда такой, знаете, типа там, что там, типа, там делать, там, ну, хрен, поймешь, что там, про этого водителя КамАЗа какой-то вопрос, такой, типа, юморной. То есть, только-только я прослушал эту историю, как эта история вдруг настигает меня, я уже вижу вот этот результат. Он говорит, что он выложил эту картинку в интернете, как я уже это все дело вижу, короче, ну, то есть, вот, вот, ну, прям заклицевалось, такой, елки-палки, такое бывает, так, такое может быть. Ну, как бы, вот только что сейчас мы об этом, я слушал об этом историю, он рассказывал, рассказывал, что где-то выложил себя в инстараме, как уже здесь, она в интернете, уже в контактах, она уже обезличенная, уже без указания, кто автор картинки, уже просто как мем, как мем из интернета она присутствует. А я знаю ее историю, откуда она, что она. Я к чему это вот сейчас вспомнил, почему это у меня сейчас сложилось, так, короче, подписан я на одну школу рисунка, значит, называется New Art Школа Рисования, и там, значит, был выложен такой тутер, значит, как рисовать чешую. Ну, и, разумеется, нарисованная чешуя, как рисовать ее, для геймдева, то есть, не такая, как вот для иллюстрации, ну, где-то иллюстрацию тоже можно присобачить, или там, где-то, например, если ты рисуешь какую-то там такую вещь декоративную, где все-все-все прорисовывается, ну, например, не везде, я им написал, говорю, слушайте, вы, говорю, хоть указывайте, что это чешуя там казуальная, а я подписан на такие вот сообщества, на такие паблики всякие, потому что, ну, мне вот нравится само обсуждение про рисунок, говорить про рисование, обсуждать, что-то критиковать, что-то выслушивать, что-то спорить на какие-то темы, выяснять, что правильно, что неправильно, ну, потому что, честно говоря, ну, вот так просто молча, типа, я знаю, как это делать, но я считаю это вообще-то тупо, потому что, ну, рисование, это же не только вот сам процесс рисования, это еще и процесс обсуждения, говорить на эту тему, так сказать, ну, посудачить, посмотрите какие-то эти самые, даже если я знаю, как то или иное рисовать, даже если я сам этому учу, мне все равно интересно, как это делают другие, и, например, есть такие тутеры записанные, там ничего нового, все прекрасно знаю, но он так вкусно оформлен, так прикольно нарисован, даже пусть минималистично, но я его собираю просто потому, что это хорошее арт-произведение, оно мне нравится, вот, как вот рисунок, вот, и, короче, только я, значит, одуплился и поговорил по этому поводу с, там, комментатором одним, типа, там, а я, типа, не вижу проблемы, я не собирался, чтобы ты какую-то проблему видел, он не видел, я говорю, что, например, сюда может зайти человек какой-нибудь, там, из иллюстрации, например, и подумать, что вот так надо рисовать чешую, если бы это было подписано, что рисуем чешую для персонажа в игры, это один расклад, вот, как раньше было, там, рисуем Микки Мауса, или, там, как вот, американцы пишут, там, рисуем Гуфи, как рисовать Гуфи, то есть, учили, как рисовать именно персонажа, а не собачку, это все равно, что, знаете, вот, вам дадут рисовать Гуфи и скажут, учимся рисовать собаку, ну, подождите, Гуфи, это еще не все собаки, там, еще у них и другие были, и болты, и все остальное, вот, то есть, вот это что, я заточен формулировал, как тут же, я только от Гремелого тут, захожу, значит, другому знакомому, а он, типа, пишет, значит, открываю курсы рисования, но он учит рисовать казуальных персонажей, для казуальных, для гейм-дева, и почему-то всегда вот эти люди, ребята, которые причастны к гейм-деву, они почему-то всегда, как-то вот, я не знаю, считают, думают, что, вот, ну, так выражают свою мысль, что рисование, это вот только гейм-дев, ну, блин, рисование, или там, как вот CG-Speak, те вообще думают, что рисование CG, это исключительно и только, блин, гейм-дев, да нифига подобного, мы тоже рисуем в цифре, и если я рисую, если я учу рисовать камешек в, ну, в Clip Studio для иллюстрации, вы же посмотрите, там урок, я же так и говорю, что это рисунок для иллюстрации, для гейм-дева это не подходит, для стоков подходит, один человек даже прислал мне скрин, понарисовал по моим урокам камешков, и вот, когда стоки работали, с них деньги можно было выводить, очень прекрасненько на них зарабатывал, благодарил, вот такая вот тема, вот эти всякие вот ошибочные формулировки, честно говоря, вот меня вот, я не знаю, я уже давно, конечно, я привык, что, в принципе, люди в большинстве своем выражают свою мысль не точно и часто путаются вот в смыслах, в понятиях, в логике вещей, то есть, ну, например, вот я смотрю в Матрису, да, и там Немо уклоняется от пуль, все понятно, но если в него стрелял компьютер, то есть вот компьютерные программы, и все это происходит внутри компьютера, цифры среди цифр, они не должны были промахиваться, все пули должны были лететь в него, а там же, как бы, по замыслу, ну, что-то в него должно было попасть, а что-то нет, там в него стреляли неоднократно, где он уклонялся, где не уклонялся, но по смыслу-то ведь ни одна пуля не должна была вообще попадать, то есть, пролететь мимо, потому что это все внутри одной программы, как это может быть так, чтобы пули летели мимо, или, например, в фильме «Легенда» с Уилл Смитом, где вот эта собака, вот мне всегда не покидает такая мысль, у зомбаков были собаки-зомби, мы такие, типа, ну и что, типа, да, да, но что такое собака? Собака, собака это в первую очередь не, вовсе не охрана и война, вот помните зомбак, вывел двух собак, питбулли таких, зомби-питбулли, вот, и, ну, пустил следом за этим, за Уилл Смитом, так вот, собака это прежде всего преданность, преданность и любовь к своему хозяину, вот что такое в первую очередь собака, а не команда фас, это не тигр на цепи или волк, там, например, да и то волк, и то тоже так же будет предан человеку и будет любить человека, то есть, получается, среди зомбаков есть преданность, то есть, есть чувство. Дальше, он, у него поймана и в качестве опытов задержана, значит, зомбак-женщина, самка, но его ловит и пытается его, значит, ну, отомстить ему зомбак-мужик, то есть, который, видимо, муж этой самки, то есть, у зомбаков есть любовь, то есть, этот зомбак любит свою зомба, эту самую самку, и получается, что у зомбаков есть любовь, но, ребята, там, где есть любовь, там, где есть любовь, это просто новая форма жизни, это, вообще-то, люди уже, ну, остался один человек, они тоже тогда люди, они тоже любят, они тоже, у них есть свои животные, которые им преданы, ну, охотятся они на животных, там, на зверей, которые, там, эти, дикие, да, ну, так и человек охотится на все подряд, если китайцы посмотрят, так они все жрут всех животных, и хищников, и не хищников, все, что движется, едят, то есть, охотятся, я к тому, что, ну, мы можем сказать, типа, там, ну, вот, там, охотимся только на то, что едим, нет, на всех едят, а мы, например, европейцы, охотимся на тигра, и даже его не едим, а просто убиваем, и потом его голову и шкуру, там, это самое, делаем с них чучело, там, или ковер на пол, вот, кладем, хотя бы, и совсем его не для еды убиваем, смысл, чем мы тогда отличаемся от этих зомбаков, в том плане кардинально, почему нужно было обязательно спасаться от этих зомбаков, если в конечном итоге покусанный зомбаками становился зомбаком, то есть, его не съедали, ну, то есть, вот, вот вопрос, тогда, получается, вся эта куча зомбаков, которая, вот, была, она кто? Зараженные слюной по воздуху, или отбившиеся от тех зомбаков и ставшие зомбаками, но они же их, они же друг друга не едят, тогда, получается, и смысл вот этих всех оборон, ну, станет, тебя укусит зомбак, ты станешь зомбаком и тоже будешь, там, ночью стоять, но это просто другая форма жизни, если у них существуют животные, которые им преданы, если у них существует любовь между ними, то чем они, извините, отличаются от людей, это просто другие люди, и все, ну, все, просто другие люди, это даже не другая форма жизни, то есть, получается, по смыслу, ну, а какой тогда смысл их был убивать, от них их излечивать, их исправлять, зачем их было вообще, это, ну, поменялось жизнь, и все, мы теперь, мы теперь другие, какие, ну, такие некрасивые, с некрасивыми лицами, но если он влюбился в ту зомбачку, этот зомбак, значит, она ему была красивая, раз он ее любил, свою самку, иначе, если он к ней был равнодушен, зачем он за нее мстил, зачем хотел ее освободить, когда они все такие вот ублюдские, уродские, то есть, вот я к чему, потому что мы иногда вот это все происходит, мы даже не задумываемся о том, что происходит, когда к Фродо приходят гномы и разносят нахрен его дом и ведут себя, как конченые свиньи, для меня, ну, не служит оправданием, что они потом ему так разбрасывая, помыли тарелки и такие преподнесли, типа мы их, типа не бойся, так вы себя ведете, как свиньи в моем доме, почему я должен к вам испытывать симпатию, хотя, может, конечно, Толкиен и не пытался, чтобы вызвать симпатию к гномам, в принципе, неоднократно там говорилось, что они невыносимы, тут я не спорю, может быть, я неправильно понял книжку, то есть, в этот момент этот в фильме, например, там, потому что в книжке я не помню, чтобы там ему там прям сильно что-то разнесли, прям, ну, в общем, я саму книжку туда, путешествую туда и обратно читал, давным-давно читал, еще до Василина Колец, и поэтому, она, кстати, издавалась в советское время, эта книжка, она была в библиотеках, вот, я ее читал, с дебильными иллюстрациями, какими не сильно шикарными, так себя, иллюстрации были говно, и прочитал только потому, что услышал про Властелина, и что сначала он написал Властелина, а потом написал путешествия туда и обратно, вот, или нет, или, вернее, он написал Сильмариелион, да, он написал Сильмариелион, а потом мальчик вырос и спросил, так, что там с этим кольцом, и тогда из-за этого кольцо, и вынулось все это Средиземье, повынималось, так сказать, да, и вот поэтому я говорю, что вот мы часто бывает, вот я смотрю программу, где, например, не знаю почему, но меня почему-то цепляет тот момент, когда теряется здравый смысл, у меня почему-то вот такое ощущение, что, знаете, большинство людей даже не задумывается о втором смысле того, что происходит, и как бы вот используют половину, а вот у каждого, у каждого высказывания, у каждого поступка, у каждого взгляда есть еще второе значение, и мы часто реагируем именно на второе, потому что есть эмоциональная какая-то наполненность, я, значит, про что, например, говорю, смотрел, значит, Гарик Мартиросян, был у Басты в гостях, и там его, значит, Баста, ну, честно говоря, сейчас я к Басте неоднозначно отношусь пока воздерживаюсь от комментариев, но мне не понравилось его интервью с Собчак, и его слова о том, что происходит. Вот опять-таки момент, люди не думают, что говорят, что делают, почему не думают? Обратите внимание, что на той стороне, на украинской, там моментально все кинулись поддерживать армию, в 14-м году только-только начались боевые действия, причем начались они со стороны Украины на Донбасс, они бомбили, стреляли на Донбасс, пошли, типа, усмирять, ломать рога, и, типа, там, усмирять, покорять Донбасс, пошли усмирять его, как тут же команда Зеленского, квартал 36, все юмористы, артисты, певцы, все побежали поддерживать их, это было у них не за шкваром, они не спрашивали, типа, там, война, не война, никто из страны из-за этого не убегал, все это поддерживали, более того, казалось бы, да, вот юморная программа, ну, насколько она современная, юморная программа, годится для показа вагитбригаде на, ну, вот, в зоне боевых действий, тем не менее, квартал туда помчался, все там они это самое делали, все, все там исполняли, выполняли, рисовали, то есть, это, ну, представляли, там, помните, кланялся, что там, говорил, спасибо вам, там, что вы нас там защищаете, что вот такую всякую пургу нес, зелья, у них это не считается за шквалом, за шкваром, но наши креативные, так сказать, ребята, все эти рэперы, хренеперы, вся вот эта погонь наша современная, вот, креативная, современная, они почему-то не отдупляют, что почему-то для хохлов это не считалось чем-то, как сказать, зазорным, поехать и поддержать своих ребят, свои войска, свою армию, права, она не права, но они ее поддерживали, они ее поддерживали, они выступали там, кланялись, ноги, типа, все, не дай бог там не поддержишь, у них вообще есть люди, которые, как бы, не поддерживают или там критикуют открыто свою армию, ни хрена нету, они этого боятся, а у нас, пожалуйста, что угодно можете потом говорить, типа, там, смотрю, типа, продолжаю смотреть кино, какое ты кино там смотришь, блин, чудовищем, ну, я считаю, что это вот абсолютно неправильный был нарратив, он выдал, но тем не менее, ладно, значит, не буду дальше про Басту, рассказываю, значит, у него в гостях Мартиросян, и Мартиросян такой, Баста, говорит, типа, ну, а что, типа, это самое, а что, типа, там, русский рэп, ну, что, что, какие претензии к русскому рэпу, Мартиросян говорит, типа, ну, понимаешь, типа, можете посмотреть это интервью, это было 4 года назад, потому что там еще этот сидит, как он, Киевс Тонер там еще сидит, короче, участвует, слушает все эти, их разговоры, вот, это было до еще и своего происходило, вот, так вот, и Баста говорит, ну, а что русский рэп, какие претензии, и Гарик, Мартиросян говорит, типа, ну, понимаешь, типа, вот, на западе, это типа, социальная песня, людей с рабочих окраин, типа, которые, значит, недовольны этим, то есть, это социальщина, а у нас, типа, там, ты не пришла, я тебя ждал, кто кого не пришла, чего ждал, какая социальная составляющая, я вообще вот тоже не понимаю претензий к русскому рэпу, в том плане, что чем кардинально он отличается от любого другого рэпа, если вы переведете песни, американских рэперов, то, наверное, только Ice-T и Ice Cube, в начале, в самом начале, в первых альбомах, что-то писали там про полицию, которая их убивает на улицах, про неравное существование, про Кукус Клан, про то, что белые зажимают черных, и, типа, у черных нет никаких этих самых, и, типа, хорошие, типа, негры, которые убил белого, такие тексты были у Ice-T, вот, все, а остальное все, посмотрите, это, какая песня, ну, вот у нас поет этот, как он, господи, из Bad Balance, Legalize, Чиксы танцуют, та-та-та-та-ра-та-та-та, в клубе, мама, покажи, там, ту-ту-ту-ту, чем эта песня отличается от 57th in the club? Ну, чем она по тексту отличается? То же самое, тёлки, деньги, эти самые, показан ночной клуб, показаны вип-зоны, эти цепи золотые, майки баскетбольные, там, до дорогих брендов, и всё, чё там такого? Или тот же самый Би-Ай-Джи, он чё там такого, у него что ли, у него что ли все песни были социальные? Да у того же тупака, там что, все, вот в песне Калифорния, Калифорния, что он там поет про Калифорнию социального? Или чё такого социального, поют роки, или мне ещё бывает интересно, когда, ну, сейчас это договорю, тоже те же самые, я не знаю, ребята, например, Грот, это же рэп, рэп, 25-17, рэп, рэп, что там не социального, что там не серьёзного, что там я пришла, ты ушла, это серьёзные музыканты, серьёзные вещи, серьёзные, серьёзные песни, Грот и вообще, и 25-17, обожаю, и, а эти, вот, например, что слабо в музыкальном смысле, и на полности играют, Мияги, Энди Панда, или он сейчас называется, я забыл, Энди Панда, как-то по-другому, а, Эншпиль был, он сейчас Энди Панда, да, был Эншпилем, в Мияги, что в музыкальном стиле, они плохого делают, у них вот именно вот такой, у них есть и социальный замес в текстах, есть и простой там, про это самое, есть и про любовь, есть про всякое, всё это своеобразное, в таком этом самом, приподано в таких смесях, но это всё музыкально очень богато и шикарно, мне вот это не нравится, когда какие-нибудь там сессионные музыканты, участвующие там вот у Стаса Ярушина в музыкальном лофте, типа, русского рока нет, а что такое нерусский рок? Вот для меня есть песня, песня, показывающая хард-рок, это Smoke on the Water, группа Deep Purple, впервые я услышал, и тогда, ну как хард-рок, это Deep Purple, первую песню Deep Purple услышал, дым над водой, это ту-ту-ту, ту-ту-ту-ту, ту-ту-ту, ту-ту-ту, все, офигенный риф, офигенная песня, все круто, но ребята, о чем текст песни? Мы в советское время, не зная текста, думали, что это, наверное, о войне и мире, это песня против войны, дым над водой, что могли подумать мы, советские ребята из Советского Союза, при словосочетаниях вода, дым, ну что-то героическое, мы, я, когда узнал истинный смысл текста, ну перевод текста, этой песни, я просто охренел, насколько она тупая, конченая, и абсолютно неинтересная, в городе Монтрео, в Швейцарии, была звукозаписывающая студия, туда приехала записываться группа Дипеопол, перед ними записывался Фрэнк Заппа, коротнула проводку, загорелась студия, и вот Дипеопол приехала, стояла на берегу Женевского этого озера, и смотрела, как горит студия Заппы, и дым идет над водой, и вот про вот этот дым над водой, они так и поют, мы приехали в Монтрео, записывать песню там, загорелась там у Заппы студия, она сгорела, дым над водой, ту-ду-ду-ду-ду-ду, я когда слышу смысл, я говорю, я когда слышу смысл песни, могу понять перевод, мне, сука, неинтересно становится, капец как, капец как неинтересно, потому что, ну это вообще ни о чем, чем не рокерский перевод один в один текста песни группы Ария «Беспечный гонщик», она переведена вот в ноль, один в один, как на английском, так и на русском поется, ну оформлено красиво, поэтически, чем это не по-рокерски, все рок-группы поют песни разных исполнителей, как свои там, исполняют их взад-вперед, так сказать, туда-сюда, и как угодно, что там такого не рокерского, музыка та же, пожалуйста, только текст на русском, но текст без меня тоже, что не рокерского, почему это не рок, он же на русском языке, это русский рок, почему не рок, там, я не знаю, господи, ну концептуально, принципиально, чем отличаются любые тексты того же Led Zeppelin, господи, я не беру Kiss, я не беру этот самый, к вины, вообще там мешанина непонятная, Bicycle, Bicycle, you know what to my bicycle, про велосипед, твою мать, рок-песня про велосипед, а эти, господи, панки, как они, Sex Pistols, ну и что там такого, чем он отличается от наших панк-групп, я забыл, сейчас на скорость их названия, потому что в разговоре не готов был, но были такие же песни, вот по тексту абсолютно такие же, да и по мелодике, по всем, по аккордам, такие же панковские песни у наших панковских рок-групп, что там отличалось, я не понимаю, если мы берем за русский рок, там даже тот же самый сраный Александр, так сказать, этот самый, Макаревич этот, вот господи, даже вот эта песня, что вагонные споры, последнее дело, когда больше нечего пить, но поезд идет, бутыль опустела и тянет поговорить, как ни крути, это какое-то повествование, какой-то разговор, он что-то рассказывает, что там не рок, нет, вы меня подождите, ну вот есть, есть понятие, вот весь рок произошел из рок-н-ролла, правильно, все это рок-н-ролл, спел, говнюк БГ, так сказать, инагент и прочая мразь, и не люблю, после того, как он перестал слушать, как он сфотографировался вместе с Саакашвили, все, прекратилась моя любовь к аквариуму, многолетняя преданность и все остальное, и почитание, и обожание, и уважение, после того, как этот гондон сфотографировался с Саакашвили, и стал там гундеть про чей Крым, еще тогда, когда Крым отделялся, я сказал, до свидоса, извините БГ, вы больше не моя история, мне с вами не интересно, ну так вот, даже он пел, что все это рок-н-ролл, так вот, возьмем рок-н-ролл, тути-фрути, ол-рути, тути-фрути, ол-рути, тути-фрути, ол-рути, твою мать, это жвачка конфета, фруктовая жвачка, тути-фрути, что, какой там глубинный смысл, или рок-н-ролл, ов-клок, где эти глубинные какие-то смыслы, музыкальном, там один, типа, ну, что такое, типа, рэп, это, типа, частушки, ну, хорошо, давай возьмем частушки, что такое рок-н-ролл, Тот же квадрат, та же херня. Ну тут одна мелодика, квадрат, здесь другая мелодия, квадрат. Ну чем? Почему такое презрительное отношение? Я еще раз повторяю, я говорю о бесящем меня отсутствии у людей разума, о том, что они говорят. Они называют частушки презрительно, не одупляя, что вообще-то частушки это находчивость, это лихость, это поэзия, уметь помнить, знать. Я вам скажу, у нас был однажды на, значит, концерт, когда мы были на КМБ, курс молодого бойца, потом там был, значит, полагался концерт. Для с тобой просто концерт, а потом, ну, как сказать, выяснилось, что по плану полагается, в партпольтоработе, значит, там, концерт самодеятельности перед каким-то, значит, событием. Событие-то было присяга. Ну, значит, концерт для тех, кто будет принимать присягу, для нас. И там выступал мальчишка, ну, из наших, там, тоже, как бы, самодеятельность. У нас все выступали, ну, наши курсанты. Он сколько там рез занялся еще, как он задвинул частушек, он уже изо рта пена шла чуть не буквально, а он их знает и знает, он их чешет и чешет. Мы там угорали всем залом просто, вот, валялись в пакат, он на баяне наяривает. Слушайте, ну, это же, ну, как это можно не считать, ну, не уважать, не считать? Ну, как это можно говорить, что русского рока не существует? То есть, не существует русского говна. Ну, а что такое рок? Ну, что такое рок? Это просто музыка определенных форматов с определенной мелодикой, с определенными стилистическими, ну, так сказать, оформлениями. Здесь гитара, чуть-чуть другая гитара, вот, как я помню, фильм, это замечательный, Commitments, The Commitments, Согласие, про, как в Дублине, значит, парень, продюсер, который хотел быть продюсером, собрал группу Soul. Там 11 или 10 человек у него было, и вот там, значит, прикольно, там показан Дублин, это жизнь, все, это сам, это молодежь, там, и все это на музыке, на всех. Очень, посмотрите, очень красивые, там красивые песни использованы, шикарно снят, замечательно такое, они все под конец разосрались, потом все стали там артистами, разошлись, короче, но суть не в этом. Там в одном месте в туалете говорит трубачий саксофонист, ты что сейчас играл? Кто-то такое, я импровизировал, а он в песне Soul должен будет делать так, пап, пап, а он делает так, пап, 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 пап. Если хочешь дрочить, делай это в туалете, а не во время песни, типа, там, саксофоном, типа, играй то, что нужно. То есть, вот ты вот чуть начал в другую сторону играть, и ты уже, типа, играешь не ту стилистику, чуть ты гитару другой фуз включил, чуть ты здесь включил не перегруз гитары, а какой-то там звон, это уже не рок, это уже другое. Да идите, вашу мать, какая в жопу разница, по большому счету. Красивая, я вот, вот я когда вот эти моменты вот прохавал, вот, ну, понял, в чем для них заключается рок, не рок. Я сам сказал, да пошло, ну, все в баню, я просто слушаю те песни, которые мне нравятся, по мелодии. Вот мне нравятся какие песни, те мне в плейлисте есть, там есть русский рэп и иностранный рэп, потому что слов я, например, не знаю, но знаю, что, ну, мне нравится мелодия именно, что хоть в рэпе музыки нет. Да есть, ребята, то, что заводит, заставляет тебя притоптывать, то, что в тебе пробуждает кровь, заставляет шевелиться в жилах, так сказать, играть, это и есть музыка, это и есть то, что тебя, вот, как сказать, ну, побуждает к чему-то, не обязательно слушать, прям, вот, обязательно, чтобы текст. В музыке главная музыка, это все понятно, но мне непонятно, тут момент, когда люди говорят, русский рэп, это говно. А вы понимаете английский рэп, а вы понимаете рэп ямайский? Да ямайский рэп не понимают в Америке, не все понимают, что это, америка, этот, рэп на английском языке, не все понимают в Америке, что он там сказал, потому что... Вот этот чувак, который был, помните, Акаши, Акаши, что-то там, или Такаши, которого сажали, Такаши, по-моему, весь такой, на зубах там коронки были разноцветные. Он с этим, с Бладами тусовался, махал красным платком и синим платком, и там у него все, или Такеши, или Такаши он, короче. И вот что у него там, там, рр-р-р, чёп-чёп-чёп-чёп, рр-р-р-р, что-то, а это чем рэп? А это что там было грамотного? Ну, бегают они с этими стволами, машут ими, кричат, что-то мы тебя убьем, мы тебя за... Ну, что тут остро-социального, в чем здесь текст интересен? Извините, но даже тот же поганый БГ, как говорится, да, в песне «Комната, лишённая зеркал», и то там, ну, смысл, или там, или строчка там, тут дворы как колодцы, но нечего пить, ну, это вот, это уже какие-то слова, это уже какие-то смысл там, в «Комнате, лишённой зеркал», там, ну, то есть, ну, есть какие-то точки, на что вот триггеры, так сказать, задуматься, поиграть. А уж я не говорю про воскресенье, господи, воскресенье, и все его составы, которые были, СВ, там, и все эти самые ребята, которые... Романов, господи, из головы вылетела фамилия тоже второго, птицы белые мои, потом вот одно только, вот они только слова. «Научи меня жить», в песне «Научи меня жить», когда «Научи меня лезвие бритвы вонзить между частным и целым», да, блин, за одну эту строчку можно уже уважать навсегда. «Научи меня жить так, чтобы чужое добро на твоё и моё не делить». Ну, ребята, ну разве это не поэзия? Разве это не глубина? Чем это не рок, твою мать? Мне хочется спросить того долбаного гитариста из Музлов-то у Стаса Ярушина. Чё это не рок-то? А это что тогда? А что тогда вообще тогда такое рок? Потому что, когда мы смотрим историю рок-групп того же Дорс, в конечном итоге всё скачивается к деньгам, к миллионам. Стал миллионером, не стал миллионером. Он ушёл там без денег в закат, а все остальные стали миллионерами. Потому что в конце концов песни надо продавать, в конце концов должен быть продакшн, в конце концов всё должно приносить прибыль. Вот и вся ваша рок-свобода. Везде вся эта индустрия развлечений, рок, рок-н-ролл, попса, оно всё одно к развлечениям, к кайфам всевозможным физиологическим и моральным. Ощущение себя из князей в грязи вышедшим, из грязи в князи, из грязи в князи перележь, мы типа такое, собственно, мани, величие, там, великие, это всё, к чему стремятся все эти люди, которые, значит, стараются достичь каких-то высот во всех этих индустриях. Хоть это поп-музыка, хоть это, никто из них не сказал, ой, не-не-не, подожди, подожди, я пою только бесплатно, все мои песни только на детские утренники, чтобы дети становились лучше. Не-не-не, никаких денег мне не надо, я буду петь танцевальные песни, чтобы на всех дискотеках их ставили, в чартах она была первое место, а денег мне не надо совсем. Таких нет, не было и не будет. Все они поют, чтобы зарабатывать и мечтают, чтобы хит продавался всю жизнь, как сказано у чижа, не спеть ли мне песню, чтобы она стала хитом и чтобы всю жизнь получать гонорар. Вот в этом сказано весь смысл всего этого, к чему тогда придумывать какие-то сказки про какой-то существующий мифический, там, настоящий рок и ненастоящий рок. Потому что, ребята, для меня группа KISS это не рок-группа по сравнению с той же группой Led Zeppelin, например, да, но это рок-группа. А это рок-группа, на самом деле, они оба рок-группы, действительно, признанные рок-группой, но, блин, ну, Душнилова, KISSов, там, 2-3 песни их в каждом альбоме ударные, остальное все Душнилова, Галимая, там, и те же перепеты рок-н-роллы, просто перепеты в хэви-металл, рок-н-ролл, это что, это рок, вот это вы назваете роком, или что, или группа Европа, или там, этот, помните, это, как он, черт, это, глэм-рок американский, все вот эти Def Leppards, и, господи, из головы вылетает, который потом стал, дико знаменитые тоже были, махали волосами, да и Ара Смит, в том числе, господи, что такого рокерского, супер-рокого, когда люди там ездят на супер, этих самых, автобусах, оборудованных, все у них дорогущее, ходят они там в трусах и в майках, но у них, вчера они были, как этот, барабанщик одной панковской группы, сейчас из головы вылетело, Off Springs, по-моему, Off Springs, у которого вот Кадиллак на боку набито, вот, вчера, говорит, меня на порог не пускали, сегодня у меня в ресторанах любые места, потому что он миллионер, все эти рэперы, негры, они кто, это вот рэп американский, который про, как говорит Гаррих Мартилисан, который говорит, что он, типа, про протест, у кого протест, у Баста Райнса сейчас протест, у кого из них сейчас, у этого, который тачку на прокачку брал, вот этот, у него протест, или там, я не знаю, господи, из головы вылетает, сейчас быстрая фамилия, Джей Зи, у кого из них протест, это масонные хрен, какие-то иллюминаты, какие-то пирамиды, это что, протест, супер дорогие одежды, линии одежды, производство продуктов, все, это что, это, это какой-то социальный протест, русского рока, русского рэпа нет, да, извините, тот же Баста, его проект, да, тот же Баста, и его песня, когда в самом первом альбоме Баста-1, когда этот, ракеты взорваны, парни в космосе, там, едут в клуб, она чем отличается от Баста, от песни того же 50 Cent опять-то, что Инда Клаб, или там, да куча песен у того же самого 50 Cent, они все развлекательные, все коммерческие, все, ну, может быть, там, Эминем еще какие-то вещи по приколу там выдают, но тот же, например, наш, тот же самый Баста, непонятно, пока мне персонаж, буду это упоминать, потому что, для меня это не остывший такой момент, его проект Нагана, он супер смешной всегда, и смешной, там, и грустный, и за жизнь, за правду, ну, то есть, за правду жизни имеется в виду такую, там, полукриминальную, обычную бытовую нашу бытовуху, даже его юмористические песни, там, взять, нефиг взять, там, все, это все, как бы, вот, картинки из жизни, они юморные, но, извините, даже вот, когда говорят, такой момент люди будут произносить, типа, там, Владимир Семенович уже не повторится, Высоцкий, он, типа, все, это уникальное явление, вы не понимаете, Высоцкий, это уникальное явление, больше его не будет, дорогая передача, во субботу чуть не плачет, вся канадчикова дача к телевизору рвалась, ой, мамородная, а шо нам, хулиганам, надо, денег навалом, и еще столько же вдобавок, там, типа, сидим, там, я, там, купе у блюдах, там, сидим, читаем диски, та же самая хрень, вот, песни Высоцкого про канадчиков удачу, про показания в этом объяснительную милиции, про двоих в цирке, юмористические песни, про зарядка, извините, ребята, про то, как антилопа вышла за этого, за бизона, там, за жирафа вышла, у антилопы вышла замуж за жирафа, а чем эти песни отличаются от бастовских песен, глубина песен, слушайте, то же самое я вам приведу, Высоцкий в своих патетических, в своих песнях он рассыпался по всем рэперам, тот же самый Аким Апачев, типа, когда он поет песню, вот эта, плыве кача на украинском языке, да она сначала просто по башке как обухом ударила, а что здесь не такого, как у Высоцкого, когда мы вращали землю, то же самое все, поют, поют, пишут, все это есть, но надо сказать, что это неповторимо, неповторима ситуация с любовью народа к этому артисту, вот это неповторимо, больше такого любимого всей страной человека не будет, вот, кстати, вот для молодежи, для тех, кто не знает, когда вот этот фильм, говнофильм, спасибо, что живой, не верьте в эту чушь, которая там сказана про Высоцкого, дело в том, что никто никогда не преследовал Высоцкого, и никто никогда на таможне даже у него ничего бы не отнял, но по сути фильма, там сказана правда, что если вот как по фильму, он вызвал себе девушку, которая должна привезти ему наркоту, он действительно поступил по-подлому в этот момент, я не знаю, была ли такая ситуация у Владимира Семеновича, не была, но суть в том, что не было КГБшников, которые бы преследовали Владимира Семеновича, ему не давали открытой картине, ну, у него были, кстати, диски официально на мелодии записаны, диск был, его выпускали, господи, он летал на Таити, он летал во Францию, он путешествовал по Европе, он там бил, ездил как к себе домой, ребята, ему междугородки с Францией там устраивали все, все что угодно, он разбил эти три или два Мерседеса, гоняя с бешеной скоростью, по нашим временам, вы понимаете, что гаишник останавливая на превышение скорости Мерседеса Высоцкого, если по незнанию, увидев там Высоцкого, впадал наверняка в соляной столб от вождя, восхищения, потому что это был идол нашего времени, понимаете, идол, никто никогда не оштрафовал бы Владимира Семеновича, а там показывал какой-то КГБшник, который там прямо жить ему не дает, и жить не дает, опять в смысле фильма, за что? За то, что Высоцкий по фильму наркоман, и он его преследует как наркомана, не за песни, а за наркоманию, наркоманию, как у нас говорили эти функционеры, наркомания, вот. Так извините, даже в этом смысле, блин, даже в этом смысле он прав, а не тот Высоцкий, который в фильме. Но так не было. К Высоцкому была слепая любовь. Были ошибки, там, скажем, некоторые моменты у народа, как мне дядька мой родной говорил, и хоронили его, его похоронили в костюме Шекспира. Почему-то это, то есть это Гамлета. Почему-то вот это вот момент, что он был похоронен в костюме Гамлета, дядька Царце Небесное отмечал очень как-то вот так, типа в костюме Гамлета. А потом выяснилось, что в костюме Гамлета, да, действительно, в костюме Гамлета, но который он играл в спектакле. Это черный свитер и черные джинсы. Вот какой костюм Гамлета. Ну, то есть, какие-то вот такие моментики у людей в сплетни. Конечно, были сплетни, про него ходили, как он там заказывал ресторан целиком, огромный стол, ставил, значит, рюмки, и вот заходил в ресторан и пил рюмку за рюмкой вот так вот. Я не знаю, может, это где-то, кстати, была и правда, потому что одна из жен Высоцкого рассказывала, что познакомилась с ним, когда она наступила ему на руку, как пельмени, что в пельмени была такая шутка, что я выходил из ресторана, она наступила мне на руку. Вот так же и выползала, а вторая жена его, так сказать, столкнулась с ним с пьяным. Бухал ведь, и бухал ведь по-черному, по-дикому, но обожала его вся страна и любила за его талант. Просто он вот за его харизму, за все это. Хотя, честно говоря, вот, например, там в этом «Место встречи изменить нельзя», почитав книгу, ну, неоднозначно отношусь, во-первых, к персонажу, Жеглову, и, во-вторых, там не везде Высоцкий сыграл именно вот Жеглова, сыграл тоже Высоцкого. Он сыграл себя, как играл в других фильмах. И, кстати, не во всех фильмах он играл положительных героев. Хозяин Таги сыграл отрицательного героя. Вот. И не все он знал и понимал. Он больше был, наверное, либеральных взглядов, мне кажется, все-таки. Потому что на тот момент. Хотя, в целом, страну и все остальное, но, во всяком случае, тогда мы все уважали свою страну. Все. Даже наши, так сказать, либералы. Это открыто никто никогда, ничего такого вот гадостного. Это была совсем маргинальность. Говорить гадости про свою страну, это была совсем уж прям маргинальность, маргинальность. Поэтому сейчас многое из того, что там рассказывают про всякие там Довлатова, про все, всему им верить абсолютно нельзя. Потому что нужно перепроверять и узнавать. Спрашивают свидетелей, как это было на самом деле, кто что сказал и где что случилось. Потому что, ну, я многому, например, не верю, только потому что помню, как мы тогда о чем-то говорили, обсуждали, рассуждали и знали. Поэтому многое из того, что сейчас там рассказывают о тех временах, это брехня. Почему меня и бесит, что люди, вы хоть задумывайтесь, пожалуйста, когда что-то говорите. Вот эти вот моменты, как бы, ну, ты говоришь там, я учу рисованию, рисунку. Ты какому рисунку учишь, чудо? Ты учишь рисунку в гейм-дев. Да, а что? Так еще целый мир есть книжки рисуют, мультики рисуют, упаковку рисуют. Кстати, прикольно было такой момент, я писал у себя в контактах, значит, что произошла первая схватка, значит, произошла, значит, схватка с нейросетью, первый раунд, 1-0 в мою пользу. И почему-то комментаторы мои все решили, что я, значит, говорю о том, что я, типа, изучал нейросеть. С какого хрена все решили, что я изучал нейросеть, и почему это именно так, я не знаю. Но вот почему-то все решили, что если была схватка, это значит, я ее, типа, ну, пытался в ней рисовать и что-то делать. И мне написали такие комментарии, типа там, да нас тебе эта нейросеть, типа, ну, хоть покажи, что ты сделал. Другая написала, не учи ее рисовать, имею в виду нейросеть. Третья написала, а миджорни, типа, сейчас бесплатного нету, что к чему, непонятно. Суть была какая, разумеется, если б я учился работать с нейросетью, сразу оговорюсь, я, например, не против научиться обрабатывать свои рисунки в нейросети. вот, я пока не знаю, как это, ну, я пытался там в Стабили Диффузин сделать пару делов, обработать свой рисунок, и там получилось такое говно, эти же промпты надо уметь писать еще. Когда я нашел подходящий промпт, стал загружать свой рисунок, она написала, типа, вы исчерпали все попытки, там всего три попытки дается на бесплатной версии. Вот, и я, короче, понял, что это все шляпа. Ну, пока, пока не умею, не знаю, надо покупать или ставить, или что. Может, поломанное надо сначала попробовать. Ну, то есть, для каких-то клиентов я допускаю, что им будет нужно вот это псевдо-3D, конечно, такая семиреализм такой высванный, фотобаш такой почти. Я понимаю, что некоторым клиентам это будет надо, и поэтому, почему нет, почему бы такой момент не изучить, чтобы им обладать. Ведь люди же пользуются 3D, используют 3D в своих рисунках, в своих работах, то есть, ну, это все костыли. Как костыль, это очень, как бы, полезная вещь. Но, если бы я учился, то я бы, наверное, показал бы результат своего труда, верно? А если я не показываю, то что имеется в виду? Имеется в виду, что было противостояние. Я или нейросеть? Кого выберет заказчик? Заказчик выбрал меня, мои скетчи, а не нейросети. У меня были карандашные скетчи, а у нейросети были охеренские, такие вот 3D-шные, почти, ну, в общем, прорисованные, ну, понимаете, такие семиреалистические, такие рисунки, яркие, красивые, сочные, большой набор, их было много. И моих скетчей 3-4 штучки. И заказчик, вот, я всегда говорил, есть человеческий фактор, есть человеческий вкус, есть синергия, заказчик выбрал мои. Куда? Назвать не могу, потому что подписан договор, но это полнометражный мультфильм. я рисую всех главных персонажей этого мультфильма, то есть, ну, делаю концепт. Пока еще работа только началась, идет пока обсуждение главного персонажа, уже близко приближаемся к финалу, поэтому пока погрузиться полностью сказать не могу, но в ближайшее время, я думаю, буду какие-то свои впечатления, свой опыт о концепте мультяшного, создании мультяшного персонажа, для мультфильма полнометражного, какие-то, какой-то опыт, какие-то, значит, взаимодействия, вот это, я буду рассказывать у себя на Бусти, буду записывать об этом видеоуроки, не в открытом доступе, потому что, я считаю, эти моменты, они все-таки чего-то стоят, это как урок, поэтому извините, ребята, вы, я хочу сказать одно, что, вот те, кто на Ютьюбе, ребят, подписывайтесь, хотя бы наблюдателями за Бусти, потому что, я постепенно буду бесплатные вот эти говорилки, выкладывать тоже и туда, это я тоже даже залью, потому что, понимаете, Ютьюб рано или поздно, у меня такое ощущение, что все-таки закроют нахрен, ну, я не знаю, но мне кажется, закроют, вот, попробуйте меня, значит, это самое, переубедить в этом, но, Ютьюб себя ведет очень погано, в том плане, что они одним разрешают все, другим ничего, и поэтому, мне кажется, рано или поздно, люди взводят, разозлятся, и потребуют, чтобы эту лавочку прикрыли, говорю, это без злорадства, без, без одобрения, ну, как сказать, без одобрения, в том плане, что я смотрю, что не зря, ведь Рутюб, сейчас в себе тащит всех юмористов, вдруг, неожиданно выяснилось, что ЧБД, например, новые выпуски, вы можете найти, во-первых, в контактах, а во-вторых, на Рутюбе, всякие юморные шоу, они тоже перекочевывают на Рутюб, их туда, видимо, перетаскивают, их там проплачивают, и они туда идут, а это, это все не зря, Рутюб будет выдавливать, стараться, мне кажется, со временем, мне раз такая концепция, будет стараться убрать, как выкурить Ютьюба, хотя, конечно же, на Ютьюбе множество всего полезного, классного, наших пропагандонов душит, а их пропагандонов пиарит, это неправильно, должно быть, или по справедливости, все без политики, никаких упоминаний политики, или тогда, извините, ребята, валите-ка отсюда, ну вот, поэтому под замес, скорее всего, попадем, и мы, простые блогеры, поэтому я просто призываю тех, кто не хочет терять со мной связь, и хочет быть на подписке, подписывайтесь, пожалуйста, туда, на Рутюбе, хотя бы просто наблюдателями, а там может что-то понравится, может и поддержите денежкой, там каким-то донатикам закинете, потому что, конечно же, донатики очень меня, это самое, мотивирует что-то новое записывать, и новые уроки делать, я и в основном пишу уроки для тех людей, которые же подписались там на постоянку, этими студентами, так сказать, зрителями, студентами, подаванами, кстати, в подаванстве, ну вот у человека, сейчас вот, у меня люди там держат, у них прям реальный скачок, прям реально, прям я смотрю, вот впервые прям обрадовало, потому что это у меня ощущение, что я рассказываю, вот это в пустоту, говорю, 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 а там, скажем, у людей не получается что-то, не понимают, я ругаю себя, что я неправильно это объясняю, хотя они говорят, что нет, замечательно все объясняете, все понятно, все хорошо, это прямо радует, но с другой стороны думаешь, ну почему-то не получается, если все хорошо, когда вдруг у человека, ба-бах, стрелянуло, я прям смотрю на работу, вот последний разбор работы, который я делал, выложил на, значит, на бусте, разбор портфолио, вот это же художество нарисовало, прям уже, ну прям, правда, по моим же идеям, по моим подсказанным шагам, но сделало отличную, хорошую иллюстрацию, такую прям крепкую, отличную иллюстрацию для портфолио, что мы делаем, вот как первое, с теми спадаванами, мы собираем, делаем рабочее портфолио, которое нужно для, человек хочет себя позиционировать, в максимально широкий спектр, и в иллюстрацию, и в геймдев, там хочет, ну, как все мы, где выстрелит, ну, вот мы для этого, как бы, готовим портфолио, потому что готовый портфолио, это как, вот знаете, выходить под дождь, заранее продуманным, с зонтом, в сапогах, в плащ, в плащевике, и на машине, так сказать, да, вот, вот, максимально, так сказать, идти подготовленным к задаче, вот, такие вот, ну, а у людей часто портфолио, ни о чем, поэтому, вот это, такое дело мы готовим, делаем, значит, чтобы это было рабочее портфолио, гарантирую, я не гарантирую, что, я, я смогу найти, и помочь с работой, так сказать, но я смогу помочь в переговорах, смогу помочь, дать совет, какую цену назвать, я могу помочь, сказать, что вот это, это, ну, правильный ход, это здесь есть смысл делать, этого смысла нет, этого можно, опасать, этого не надо, плюс, знаете, каким-то странным, но, во всяком случае, портфолио будет максимально рабочее, и вы, ну, тот человек, который его делает, он будет, во всяком случае, знать, что, ну, что, что, а портфолио правильно, дальше уже твое личное, так сказать, ну везение невезение как это назвать то чего мы все смеемся на самом деле она работает все есть так вот знаете что еще здесь заметил у половины тех кто подписался на подаваны так или иначе выключили заказы ну да просто такое знаете ну совпадение но было прикольно один такой типа заказали мне заказали хорошо ведь здоровить то есть такой вариант это у меня были в одном издательстве значит бухгалтера и все уходили в декрет илья все кто с вами вас курируется с вами работает все уходят декрет и слушайте пожалуйста ради бога присоединяйтесь я не против помочь не могу так сказать может может случиться по примете все кто со мной работает все потом дети я не против ради бога пожалуйста вот так что присоединяйтесь на бусте и там расскажу вот об этом своем опыте работы с режиссером настоящего полнометражного мультфильма как весь продакшн проходит как работать с работа с агентом ну все эти как это все вообще происходит эта история вот эту всю штуку расскажу покажу все конечно же буду рассказывать доносить постепенно ну пока просто притираемся присматриваемся я пока создаю первого персонажа то есть процесс как бы в самом начале поэтому просто просто чисто из материала рассказывать не так много ну и хотя есть кое-что впечатление высказать но все равно процесс только начинается я не хочу ничего не сгладить ничего такого сами понимаете а так вообще о чем о чем рассказывать будет потому что большой мультфильм полный метр прикольно короче интересно вот поучаствовать таком процессе даже интересно поучаствовать даже просто вот ну понимаете как сказать сами в сам факт то есть говорили чуть рисуешь мультфильмы но вот порисуем вот как-то так да ну ладно чё немного возгрузанул своими рассказами всех этих логиках не логиках она был рад записать говорил q вот ставьте лайк ставьте колокольчик заходите и регистрируйтесь на бусте хотя бы просто наблюдателями я буду все говорилки бесплатные постепенно выкладывать только туда туда а потом вообще только то если если вдруг закроет youtube у меня хоть будет место где вы будете знать и я почти под каждым роликом я ставлю ссылку на свою бусте рекомендуйте меня тем кто хочет учиться на художника или там что вот эти вот понимаете ну на курсы люди ходят но научили их рисовать вот как тот и по тому или иному заданию очень мало и редко где дает вот один художник не знакомый но ядра за грамм по интернету хороший крепкий отличный мастер взял и пошел на курсы там стилизации персонажей его право его делаю я посмотрел на портфолио человек который ведет от курса и слушает это ты ему должен преподавать нет и посмотрим как будет ну ладно но по отчетам с этих уроков слушаю что моментами скучно моментами недоволен моментами не согласен в целом конечно да все хорошо но по тону я все равно слышу что особого-то цимуса никакого нет оно так и будет потому что понимаете какая вещь никто никогда вам там в этих школах не объяснит самого главного правила game dev вы посылаете работу в ответ просто молчание вы посылаете сделанное т.з. вам даже его не комментируют максимум что делается это где-нибудь там на хохору пишется мы вынуждены вам отказать но нам очень нравится в случае чего мы с вами свяжемся это самое прикольное самое классное в остальном если у вас нет реально вот вы не попадали не работали не нету не зависали в этой системе то сразу туда пробиться вот влезть в эту историю с нормальными деньгами чрезвычайно сложно и сейчас самое главное что на такой тренд который вот у геймдева есть который нечто раздражает и бесит и недавно его сайте денис биркин отметил вот раньше было все очень позитивнее сейчас все очень злобно и негативно а я отмечу я в то что это отмечено одной фразой объясняется все больше и больше в геймдеве приходит тренд если ты не совпал сразу на хрен то есть беззлобно просто но беззлобно но жестко и жестоко как мяч вот понимаете вот мы все ощущаем эту холодность геймдева только за то что мы просто ощущаем себя мячом а который футболят нет никакой обиды в том что футболили мяч нет никакой обиды вот человек перебирает там 6 кружек по которой должен быть шарик потом это 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 и вот ты так кружка которая не то в этом не то тебе даже быть обидно считается глобально но мы же все люди у нас у всех нервы мы все тем более творческие люди мы мать его художники мы рисуем и мы видим что там косяк тут косяк а за кого косяк вы меня не взяли хочет спросить художник а ему не объясняют а косяк может быть в том вот как у меня был такой момент что ко мне обращались типа там предложение давайте порисуем не дают значит я должен был рисовать иллюстрации там по скетчем одного значит ну человека скетчем я должен был порисовать цветную иллюстрацию значит там была ошибка в проекции человек должен был сидеть на горе в замке на террасе король и с ребенком играть шахматы а снизу за террасой должен был быть город а по рисунку и было написано мы приветствуем если вы проявляете инициативу и вносите поправки какие-то правильно там обдуманы все я тогда вывернулся наизнанку но нарисовал правильно по перспективе по воздуху то есть я опустил этот городишко ниже крыши потому что было нарисовано так что крыши домов смотрели окна смотрели в этот балкон то сидит король на балконе а ему дом двухэтажный справа на его окна смотрят то есть него что одноэтажный замок у него терраса не балкон написано в фтз четко замок стоит на горе под ним город а тут поселок я взял перерисовал нарисовал так правильно думая что мне меня проверяют на логику и на правильность вот этого всего процесса думал думал я хер бы там ночевал ребята нет я бы видимо наверно должен был тупо нарисовать по скетчу прямо ошибки не ошибки я должен был рисовать по этому скетчу но понимаете там же в тезе было написано что мы типа там проверяем вашу догадливость то есть ну как я понял и так и сделал а в итоге получается нет не так и тогда и никто мне не объяснил этого никто не сказал типа там да нет илья в этот раз мы это написали написали для проформы на самом деле мы имели ввиду что вы должны были просто повторить полностью скетч а вы его исправили не так вы перенесли в другую перспективу и вот вам этого никто не объяснит вам никто этого не скажет нет потому что это уже выходит за рамки им это насрать на это все потому что они не собирается может быть какой-то отдельной инди-студии там где три человека это одна студия вдвоем или один рисун они еще потратят время и что-то вам объяснять что вы сделали не так как надо было им в чем ваша ошибка и в чем там это самое но даже там например вот так я ко мне обращалась одна инди-студия как обращалась я прочитал на дтф прочитал ключ и объявление требуется художник я написал подойду не подойдут и да слушай наверно подойдешь нарисуй стилистика персонажей было знаете что-то типа этих симпсонов ну вот как будто такие были нарисованы персонажи и там не нужно было нарисовать уже было нарисовано два алкаша американских нужно было нарисовать значит полицейского блин чё за музыка мать его и нужно было нарисовать это самого полицейского я такой значит рисую шерифа в той же стилистике но взял и короче нарисовал ему волосатые руки так знаете отдельным слоем так ну какую-то кучку таких прямых волосинок вот так вот набросал на руку вот так вот сделал вот так очень набросал вот вот так вот может набросавшему волосинок вот так на руку для того чтобы такую мускулинность придать все они подошел веру слушайте пацаны а чё не подошел то вот можешь объяснить в чем причина ну ты вот нарисовал эти вот волосы они будут рябить это маленьком будут размере писана это все логично но ведь это же всего лишь одна фраза которую можно исправить ведь есть скажем 90 процентов что ты делаешь правильно а 10 может доточить может догнать ты все равно будешь где-то поправлять все равно будешь какие-то правки вносить ты все равно будешь просить что-то исправить но нет вот настолько мышление геймдевщика уже за закостенела что он считает что если он где-то дает правки на и на этапе т.з. это значит провал вообще по всей работе он задолбается что-то объяснять он задолбается все и на свой говнопроект с небольшими деньгами он ищет человек который будет на сто процентов значит соответствовать его это его право но найдет ли он он не смотрит геймдеви не смотрят на то с кем имеет дело вот иногда правда этот фраза типа там но мы посмотрим ваше портфолио она нам очень понравилось и случае чего мы к вам еще обратимся она как бы счет так более-менее что-то такое дает конечно понимаешь что это общая фраза которая ну для всех применяется но все-таки ну при любом случае она как-то людей объяснит что на самом деле они что-то видели и действительно может быть им что-то и да еще и понравится ох блин я забыл сука у меня т.з. висит нет нет такое есть т.з. не написали что илья это скорее всего мы вам не подходим но мы немного платим но работа несложность что мы ждем вашего ответа идите твою мать только сейчас вспомнил сижу у меня ты зависит над душой надо сделать вот так тоже бывает с этим же очень а-гав-гав-гав а деле забыл ну ладно сейчас доделаю кстати мои причин причина доделать но опять таки что они ответят ответит не ответит не известно потому что все очень сильно тормозят так чуть-чуть и тормозит это самая клипса это клипса стала потормаживать именно сейчас это из-за компа что-то у него там будет бездорожайшей опять пошло видимо какие может какой-то вирус не поднабрался что еще да так вот тут вот почему-то геймдев считает что они вот единственно в этом мире кто связан с рисованием но вот это все отношения но сейчас абсолютно там неправильно и не в том направлении идет я считаю уверен не в том направлении в подходе художникам а так как художников много а так как существует уверенность что научить рисовать это значит научить красить рисовать текстуру дерева рисовать текстуру там ткани стекла чего-то еще это и есть научить рисовать они не понимаешь например нарисованная рисунок из геймдева он прям виден когда человек пытается в иллюстрацию попасть он рисует этих вот персонажей красных стилистик и геймдев смотрится блин ублюдски ну честно сказать по-блюдски хорошо смотрится где-то вот знаете в каком-то декоративном там вещи там книжка картонка раскладушка тут она подойдет потому что близкая получается интерактивность такая как бы вот в этих моментах это подойдет а уже в сказке например репка нарисованные персонажи как из геймдева но они смотрятся просто вот ну чужеродно и ребята этого не знают а ведь это целая тоже индустрия тоже целый мир тоже целое направление и считаю но считаю что они умеют рисовать эту недавно одну видел автора замечательные у него уроки замечательное портфолио прекрасно известный человек делает сама игры хорошие у него уроки интересные на слуху нарисовала вот онлайн на стриме значит анимацию персонажа и тела мать как она вот это рисовала как у нее вот это линии складывались прерисовывались прорисовывать там что-то было простейшие не попадая перспективу с предметом я понял что это очень долгое нужно и трудное рисование это совсем не то что в иллюстрации у нас в книжках в иллюстрации я говорю не про но не в смысл что сложнее рисунок что еще то есть ну когда человеку пойти просто когда я объясню вот скажем что я имею ввиду я имею ввиду что например когда человека рисует и поправляю микрофон поэтому сейчас оторвался до 100 человек вот так рисует например там вот так вот так рисует вот это блин что это что рисунок это что рисование и такой сидишь думаешь япония городовой но вообще-то и маленькие моменты выдают огромную картину которая стоит в подспуде там сзади снизу на самом деле все это не так уж и просто оказывается то есть все это не просто так себе так вот рисуется у человечка не не ребята здесь что-то не то так ну когда тебя это перезапущу нахрен самая клипсу что-то не то делает что-то на подвисает этой макси записывается нет перезагружу клипсяо вот единственный наверное такой существенный минус который бы я сказал в клипсе упомянул это то что все-таки photoshop несравнимо мощнее там где клипса по мощности провисает photoshop хавает сильнее более тяжелый файл он легче хавает спору нет хотя он стал громоздкий монструозный как многие говорят но все-таки вот такие вещи многие файлы там тяжелые открытые файлы он держит содержит намного легче чем клипса ну тут уж блин как-то вот не могу этого не учесть это правда вот и еще знаете что может это не подскажете пока как сейчас прошу потом ответ найду сам все равно мало ли что вот photoshop и есть такая фишка она мне очень нравилась нравится и она классная фотошоп запускается ведь еще куда photoshop уже все с тех пор как только пришел на клипсу photoshop не обновляется все да так вот значит например вот неудобно слой надо создавать или записывать этот самый да а в клипсе сразу это видимо не то самое это наверное все таки комп притормаживает и вот например мне нужно это дело перекрасить например там зеленый цвет зеленый контру у здесь нажимаю колориза и подтягиваю только saturation и все я перекрасил зеленый если вот это дело все вместе не надо перекрасить голубой я например то выбираю голубой все это вместе нужно голубой перекрасить опять нажимаю контру у колоризы и оно все будет голубой и теперь скажем желтый хочу покрасить голубой вот это самое колориза то в клипсе тоже есть все стрэшим и situation есть все ну блин от колоризы нету как вот это колориза сделать чтобы вот в нужный не цвет не подтягивая ползунок не выискивает выбранный нужный цвет красить не знаете я пока не нашел читали вспоминаю иногда время от времени про этого когда вспоминаю тогда их на какие-то рисую себя музей с кистями все сделать все эти сосны все это у меня есть камни эти у меня есть на друзья уже прощался загундел про этот самый про геймдф их всегда высказывать не потому что самое большое количество грубиянов и тупицы выхватывал почему-то именно там вот больше на счет грубиянов я могу все это чисто эмоционально потому что я поспорю не зирая на возраст я могу еще врубить и направо и налево как пацан 12-летний вот это еще у меня встречается еще бывают те самому кому вот ответить а вот тупицы блин которые считают что рисование это только блин геймдф еще пока немеряно я там встречаю хотя это совершенно не все всем пока до свидания всего самого-самого хорошего